Давайте сразу пару слов о сезонах, когда они начинаются, когда заканчиваются. Я знаю, что у вас тот сезон, который сейчас идет, он скоро закончится. Да? Да. Вот, наверное, какие-то предварительные итоги. Я думаю, что все любители футбола, кто хоть как следит, знают, что сезон особенный, экспериментальный. В этом сезоне мы играем в три круга. И сейчас идет третий круг, который заканчивается. Последняя игра у нас будет 4 июня. Как, по сути дела, перед началом чемпионата Европы по футболу. К сожалению, наши футболисты не участвуют в чемпионате Европы, но в любом случае, у людей могут спокойно смотреть. И начнется новый сезон уже в июле месяце. Поэтому в этом году достаточно такая ситуация неординарная. Достаточно небольшой период для подготовки к новому сезону. Всего лишь там месяц небольшим. И подготовка к третьему кругу, который начался в апреле месяце, он, в общем-то, был неким образом подготовительным к новому сезону. Сезону 2012-2013 года. Что касается этого сезона, то на сегодняшний день осталось шесть игр. Подводить итоги еще рано, потому что турнирная таблица и ситуация достаточно неоднозначная. И каждая игра важна, каждое очко важно. И по этому итогу будем подводить 4 июня. Надеюсь, что и предложим все усилия, чтобы эти итоги нас удовлетворяли и нас, наших болельщиков, и наших учредителей. И действительно, мы все сделаем для того, чтобы сезон закончить достойно. То есть, даже предварительно никакие вы не хотите? Нет, конечно, в футболе какие-то предсказания, это скорее так называется, они, наверное, дело неблагодарное. Поэтому, на самом деле, сейчас очень важно для того, чтобы мы все сконцентрировались на то, чтобы делать свою работу. Каждый футболист на поле, мы как бы за полем нормально, чтобы этот результат был достойный. Вот что важно сейчас. А какой вы видите команду на следующий сезон? Кто будет из игроков? Вы знаете, опять-таки, это, в общем-то, на уровне, во-первых, это дает отвечать тренер. Это прежде всего, да? И я, президент, и администрация, конечно, может сказать свои предложения, какие-то идеи, но в любом случае мы будем спрашивать удаст тренера. И поэтому это именно тренерская задача подобрать коллектив. Как я уже сказал, что подготовка к третьему кругу, она, в общем-то, по большому счету, была некой такой начальной подготовкой и к новому сезону. Потому что за полтора месяца подготовить команду очень сложно, практически невозможно собрать и подготовить. Поэтому я надеюсь, что нам удастся сохранить основу, ту, которая сейчас играет, да. Тренер сам примет решение, кто ему нужен, кто не нужен в новом сезоне. Естественно, будут новые игроки. И я думаю, что ближе уже к июле месяце у нас будет четко сформирован уже окончательно состав команды на следующий сезон. А вот скажите, пожалуйста, будет ли своя спортивная школа у футбольного клуба «Волга»? Вы знаете, вопрос, на самом деле, очень важный. И приходя сюда, да, и разговаривая с губернатором, перед тем, как принять решение и предложение губернатора возглавить футбольный клуб «Волга», это вопрос поднимался, обсуждался, и я буду делать все возможное для того, чтобы своя футбольная школа у «Волги» была, конечно. Это очень важно. Она нужна, она просто необходима. Если вы знаете и смотрите за футболом, то последние годы практически свои футболисты не приходили в клуб. То есть, ну, по большому счету, в основе такой, да, закрепился один только, ну, можно сказать, наверное, только Сергей Хомутов, который пришел уже более 10 лет назад, да, который является капитаном команды. После этого тех ребят, которые бы закрепились, которые бы сильно вошли в основу клуба, да, к сожалению, не было. И это системная проблема, которую нужно решать. Потому что я считаю, что региональный клуб, такой как «Волга», хочу почему-то, что «Волга» это как бы не какой-то мой проект, да, или какой-то там коммерческий проект, абсолютно нет. Это региональный клуб, который представляет нашу область. И для болельщиков внутри области, да, и для восприятия вообще области вне ее. Поэтому, наверное, сейчас говорить о том, что «Волга» должны ставить перед собой задачи, там, выхода в первую лигу, да, там, в высшую лигу, да, там, в высшую лигу, это, наверное, ну, некий самообман на данном уровне. Но ставить задачу, чтобы «Волга» играла достойно, и ставить задачу, чтобы в основе «Волга» играла как минимум половина своих игроков, это надо. Тогда будет интерес и у болельщиков, потому что выходят свои ребята, да, выходят ребята, которых знают, которые действительно не просто приходят там на сезон в «Волгу», да, они знают, что они в «Волге» будут играть, это их основная работа, это их основное место работает, их место жительства. Это очень важно для команды, именно для региональной команды, потому что, ну, наверное, «Спартак», так сказать, «ТСК» может позволить себе покупать там игроков, да, и на сезон, и на пять. А для регионального футбола, такая, как «Волга», это просто необходимо, чтобы основу все-таки составляли наши игроки, наши воспитанники. Сейчас есть в области школа, да, как вы знаете, футбольная школа, которая занимается более полутора тысяч детей. То есть массовый, как бы, футбол, он есть, да, и детский футбол, это тоже замечательно. И, наверное, противопоставлять не надо, но должна быть именно школа, которая бы готовила профессионально футболистов, которые были бы профессиональными футболистами дальше. Не просто как общая физическая подготовка, да, а именно футболистов для клуба «Волга». Вполне возможно, кто-то пойдет и дальше, это было бы замечательно. Поэтому вот сейчас просчитываем, ведем разговоры, я и с губернатором по этому поводу разговаривал, у нас есть по этому поводу идея. И я надеюсь, что в этом сезоне, конечно, не успеем, но в ближайший сезон надо нам создавать свою школу, которая бы занималась именно основательно подготовкой футболистов к тому, чтобы они играли в основе «Волги». На это идет, конечно, не один год, вы понимаете, что детский футбол, если вы брать детишек, наверное, надо. Но я надеюсь, что года 3-4 мы сможем, если удастся нам этот проект осуществить, то в «Волге» будет играть достаточное количество детских футболистов, радовать нас, и ходить люди будут больше, наверное, более интересно, да, зная фамилии, узнавать на улице. Но это целое, понимаете, футболить это не просто какой-то один из футболистов, которые бегают по полю, да, это же социальный проект, да, который отрагивает и детский футбол, и некие такие патриотические нотки, да, когда команда выигрывает, вы помните, когда мы играли, там, в прошлые годы выигрывали, да, у «Рубина», подъем весь город ходил с флагами, да, ну, действительно, очень существенную роль играет, да, для ощущения вообще людей, как принадлежность к какому-то региону, да, вот команда любимая, она играет очень большую роль. Поэтому вот мы сейчас все делаем для того, чтобы поднять престиж клуба, для того, чтобы поднять интерес клубу, да, чтобы как можно больше людей ходили на стадион, интересовались жизнью клуба, участвовали в ней, да, какие-то свои предложения, сейчас достаточно активно мы с сайтом работаем, да, проводим опросы и так далее. Поэтому вот я считаю, что «Волга» должна вообще начать играть достаточно такую серьезную социальную роль именно в регионе. А у нас есть вообще потребность в регионе вот в таком футбольном клубе, как говорится, чтобы его все любили, чтобы все следили за этим, чтобы все знали? Такая потребность есть в любом регионе, я сейчас говорю, ну, ведь мы не будем избирать велосипед, но давайте посмотрим на опыт, наверное, других, да, где в регионах действительно клубы, которые любят, на которые смотрит тот же Владимир, да, это действительно некий такой, так сказать, там, социальный проект, да, который, а, во-первых, ну, действительно уводит детей, скажем, с улицы, да, потому что люди, когда видят, что команда болеет, люди хотят к этому, люди к тянутся, особенно дети, да, к любимому виду спорта, приходится заниматься школой. Очень серьезный момент. Второй момент, опять-таки, людям очень проще болеть от тех, кого они знают, да, вы знаете, что футбол интересуется, наверное, ну, просто в 90 населения, да, включая и девушек, и, так сказать, и молодое население, и мужское. Если люди действительно видят команду, которая играет, за которой хочется болеть, они к этому тянутся и болеют, и это занимает достаточно большой момент, так сказать, уходят там, приходят на стадион, общаются, да. То есть, я считаю, что в любом регионе, если в регионе этого нету, то регион беден, беден социально, беден не в плане денег, я имею в виду, нет, а в плане какой-то социальной жизни, какой-то, да, общего, морального, некого такого, да, составляющего, которое обедняло бы людей. Поэтому я считаю, что вот такие клубы, да, они именно являются объединяющими в многом, так сказать, и для регионов, и для жителей региона, поэтому очень важно. А вот что по поводу реконструкции химика? Подговоры-то идут давно вроде, да? Для того, чтобы команда играла, и футбол был, естественно, понятно, надо, чтобы было место, где бы они достойно играли, да, куда приходят люди, хотелось приходить, да, куда было бы удобно приходить. И реконструкция стадиона, это очень важная часть того, чтобы создавать, создание команды, которые клубы, да, именно такого, серьезного для региона. С губернатором эти вопросы обсуждались, сейчас сложно, то, что она реконструкции будет, это точно, 100%, да, уже в этом году будут делаться новоосвещения, которые позволят нам играть более поздно, начинать, ну, вы знаете, сейчас регламент изменился игры, и мы начинаем, заканчиваем играть там уже в ноябре месяц практически. То есть, когда уже, в общем-то, после четырех часов темно. И поэтому в рабочие дни, когда игры, да, мы начинаем игры там в три часа дня, естественно, людям неудобно, да, рабочий день, и кто придет болеть за любимую команду. Вот в этом году запланировано сделать освещение, которое позволяло бы натянуть игры в более темное время суток, то есть, когда уже более удобный болельщик, приходится болеть за команду, да, конечно. Второе, конечно, это поляна, то есть, необходимо сделать поляну. Я думаю, что это на следующий год, скорее всего, это будет сделано, и сейчас идут, так сказать, и проектные работы некие, и подготовительные к тому, чтобы уже запланировать и начать работу более, так сказать, масштабной по реконструкции стадиона. Надеюсь, что мы сможем это начать в следующем году. Будет ли у клуба своя загородная база? Это такой больной вопрос для клуба и вообще для той ситуации, которая сложилась. У клуба всегда была своя загородная база. Вы знаете, что в Маусе была своя база, которой клуб пользовался там в 70-х годах. Но, к сожалению, начали в 2000-х годах решением областных властей эта база была отдана в аренду за сущие копейки коммерческой структуре в аренду на 49 лет. То есть, буквально, если вспомнить ситуацию, в понедельник заканчивается аренда, и во вторник эта база должна быть на 49 лет отдана другому. Ну, видимо, были какие-то у людей свои мотивы для того, чтобы поступить так. И, к сожалению, сейчас у нас своей базы нет. То есть, эта база находится в коммерческом пользовании у коммерсантов. Используется это, так сказать, с парадным назначением, которые далеки от футбола. Хотя строилась эта база, как мы помним, именно под то, чтобы это была база в Волге. Эта ситуация обсуждалась с губернатором, эта ситуация обсуждалась с мэром города. И все заинтересованы в том, чтобы эту ситуацию вернуть, конечно, и базу вернуть в Волге. Сейчас ведутся переговоры, ведутся некие, ищутся какие-то юридические, так сказать, моменты для того, чтобы это организовать. Но пока ситуация совершенно непонятная. И, к сожалению, пока у нас базы своей нет. Конечно, это очень затрудняет и жизнь клуба, и быт, потому что, имея свою базу, можем нормально говорить, и питание, которое я подготовлю сами, да, и подготовку ребят, и следить за ситуацией, так сказать, внутри коллектива. Но, к сожалению, то, что имеем, то имеем на это. И сказать, когда это будет решено, я пока не могу. А построить новую базу? Ну, вы знаете, у нас есть база, то есть, это вопрос юридический, вопрос области. Если она, так сказать, отдала базу, так я думаю, что правильно было бы, если бы она ее вернула тем, кому действительно, для кого она строилась, для кого она делалась. И построить это, во-первых, очень дорого, конечно, мы понимаем, все это уже опирается в деньги. Поэтому я думаю, что правильнее, проще вернуть базу. Еще последний вопрос. Какие перспективные футболисты есть в «Волге-2» в дубле? Вы знаете, я уже говорил, что сейчас сложно говорить, какие перспективные футболисты есть в дубле, потому что, к сожалению, тот уровень подготовки, который сейчас есть в школе, он не позволяет нам говорить о том, что есть какие-то звезды, которые вот прямо вот мы завтра взяли, да, и вот они прямо заиграли в основную команду. К сожалению, мы этого сказать не можем. Именно для этого мы сейчас и говорим, что нам необходима своя школа. Ну, надо сказать, что мы сейчас взяли трех футболистов, у нас сейчас в основе, да, мы сейчас заключили контракты с молодыми футболистами, цирскими воспитанниками. Ребята, в принципе, перспективные, да, но все в их руках. Если они захотят играть, да, если они будут работать над собой, то я думаю, что у них есть все шансы заиграть в клубе нормальный, показать себя, действительно, так сказать, футбол станет для них жизнью. Но вот такого, что прямо сказать, что вот этот прям бриллиант, который надо сейчас немножко так огранить, и он сверкает, пока такого нет. Ну, в завершении, может быть, вы пару слов хотите сказать зрителям или ребятам через телевизор сказать какие-то слова? Я бы хотел обратиться, конечно, со всем болельщикам, зрителям, которые должны стать нашими болельщиками клуба, да, естественно, приходить на стадионах, потому что сейчас нового сезона, мы будем надеть некую новую систему там и оплаты, и мотивации прихода, так сказать, да, будем работать со школами и так далее, чтобы именно привлечь людей на стадион, детей в основном. Ну, не то, что в основном, да, но детей в том числе. Все-таки они видели футбол, да, заинтересовались им, ходили на футбол. Ведь боление по телевизору и боление на стадионе – две совершенно разные вещи. Вот человек, который пришел на стадион, почувствовал атмосферу стадиона, почувствовал эту причастность к тому действию, которое происходит на своих глазах, он приходит снова и снова на стадион, потому что совершенно другие ощущения. Я бы хотел попросить всех ребят, всех болельщиков, всех, тех, кто любит футбол, в принципе, приходить, болеть за Волгу, но мы с своей стороны постараемся делать все, чтобы их не разочаровать и показать достойный результат, достойную игру. Но по телевизору тоже стоит смотреть, на нашем канале особенно. Да, сто процентов, тем более сейчас начинается новый проект, который, мы очень интересованы в котором, потому что мы понимаем, что не все всегда могут прийти, да, на стадион. К сожалению, если мы будем классно играть, то у нас стадион не вместит, скорее, может быть, когда-нибудь всех желающих, может быть, не живем до этого. Поэтому, конечно, смотреть летом, да, на даче еще где-то, так сказать, да, люди не могут прийти на стадион, а если есть возможность смотреть, конечно, тоже очень важно. Поэтому я благодарен каналу за то, что начали такой проект и то, что будут транслироваться матчи пока в записи. Надеюсь, что, возможно, так сказать, технически, если мы все это организуем, возможно, будет и в прямом эфире. Субтитры создавал DimaTorzok